Всем привет дорогие друзья, с вами снова я, Даналия. И сегодня я буду покупать пони Чинкотик, пони, которые я очень давно думала покупать или нет, точнее даже так, я знала, что хочу купить, но тут такое разнообразие мастей, что я до сих пор даже не уверена по поводу своего выбора, какую из них брать, потому что просто посмотрите на этих милашек, да, те, кто допустим их не любит, они никогда не поймут, что, ну они же маленькие, зачем тебе пони? Вообще, но есть те, кто будут в моей стране и скажут, что да, они очень милые и очень классные коняшки. У меня есть СК, я думаю купить одну из них, вот, у меня на выбор три масти, значит, назовем это Изабеловую, Пегую или же Соловую. Я, если никак не могу решиться, я могу пока что перечислять те плюсы, которые я вижу в каждой из этой масти. Начнем с Изабеловой. Изабелова такая, такая прям нежная-нежная, у нее голубые глазки и розовый носик, а все мои подписчики, которые смотрят меня, что касательно стесной баллонлайн, знают, что меня очень цепляют лошадки с розовыми носиками, и это моя слабость. Также, вот этот Пегий, красавчик, я люблю Пегих лошадей, не знаю почему, наверное, они больше у меня ассоциируются со свободой, с Диким Западом, поэтому Пега лошадь для меня всегда будет свободной лошадью. Я не знаю, что за ассоциация, но вот такая вот она у меня имеется. В том, что мне нравится сам его окрас на темных пятнах, именно оттенок. Это такой серый вороной, я не знаю, плохо знаю, как еще это можно назвать. У него еще такая милая полосочка на носу, ну, тоже слегка розовый носик, карие глазки, прям как у меня. В общем, он такой сипотяжка. Что касается саловой поняши, тут, ну, тут вообще другая картина. Когда-то давным-давно у меня была юринская пони старой модельки, именно саловая. Вот, я ее купила, ну, и по глупости, чисто из-за задания, потом я ее продала, потому что старая моделька меня очень сильно раздражала, она мне вообще не нравилась. И поэтому я ее продала, и потом я жалела об этом, потому что неважно, какая лошадь, ты ее купил на каких-то эмоциях, у тебя были с ней воспоминания. И, в общем, вот эта лошадка мне ее очень-очень сильно напоминает. Я ждала, когда разработчики обновят старую модельку юринского пони, чтобы купить ее в новом виде, но у меня уже есть один юринский пони. А это что-то среднее между пони и лошадкой, причем она даже вне слегка осликов напоминает вот именно порода чинкотик за счет своих более длинных ушей. Вот, поэтому я даже не знаю, кого бы взять. Сегодня, кстати, я буду покупать не одна. Я буду покупать, сейчас я напишу, я сегодня буду покупать со своей, одним из своих друг, подругой, подругой из моего клуба. Вот, это Елизавета. Точнее, да, будем звать Елизавета. Вот, и сегодня она будет снимать, точнее, участвовать в процессе вместе со мной. Вот, так что, я надеюсь на ее помощь определиться, да, определиться все-таки, какого пони покупать. Кстати, Лизе очень нравится вот этот вот в самом начале, который стоит, но она не любит маленьких лошадок. Ей нравится масть, но не нравятся тип лошади, поэтому она его покупать не будет, но покупать буду я. Все никак не могу определиться. Это реально очень сложно. Я даже не знаю, что делать просто. Они такие милые. Нужно вначале купить самого классного. И если понравится, то потом смогу еще купить. Вот. Вот, ну и нужно определиться, кого же покупать. А я не знаю, кого покупать. Многие бы сказали, бери того, кто тебе очень сильно напоминает, кто тебе очень сильно близок к сердцу. И вы скажете, что бери бежевого. Но, с другой стороны, эти тоже очень няшные. Няшные, няшные. Вот этого. Это для тебя, это, там, мне. А, все-таки потом купить. Ну, было бы классно, если бы потом она его купила, потому что, в принципе, я даже напишу мальчик или девочка. Потому что сейчас я напишу очень такую цепляющую фразу, которая просто должна будет засесть ей в душу. Ну, знаете, я вообще очень выбираю, что сердцу мило. Я про тебя. Я-то уже определилась. Я возьму вот эту лошадочку, она будет девочкой. Вот. Вот только с именем я еще помучаюсь. Кстати, добавили же новые имена. У меня будет возможность побольше подумать, скажем так. Какое именно имя для этой девочки? Да я про тебя. Кого бы ты сделала? А, взяла. Взяла. Ой. Я просто хочу ей сказать одну фразу. Да, Лиз, я знаю, ты это смотришь. И я знаю, что ты потом будешь хихикать надо мной, что я тут, ну, тобой так слегка издеваюсь. Прости меня, пожалуйста. Если ты сейчас скажешь, пацаном у меня бы был. Он так на тебя смотрит. Учу-чу. На самом деле, да, всегда есть такое, что когда ты смотришь на лошадку, которая тебе нравится, тебе кажется, что она как-то смотрит на тебя. Как-то наклоняется, что она сразу обнюхивает. Это очень-очень мило. И это не касается Star Stable. Это касается любой игры, в которой можно купить маунта. Это всегда так. Так что не надо меня видеть. О, простите. Заложила нос слегка. Так. Ну, я напишу, что я выбрала. Будет кобылка. Глазки стоят, типа, купи. Ну, на самом деле, так и есть. Мы всегда будем видеть в наших любимых лошадках, которых мы еще не купили, что они смотрят на нас с фразой «Забери меня с собой, пожалуйста». Так. Все. Сейчас беру. Я ее... Я вот думаю, кстати, я ее беру. Так. Надо прочесть, кстати. Пони Чинка, Тик, сила 4, дисциплина 2, выносливость, скорость по нулям, гибкость 1. То есть, она больше ориентирована на то, чтобы долго ехать на одном и том же аллере. Это хорошо. Ограничение по уровню 7. Ну, у меня 20. Надеюсь, скоро до 21. Дойду. Так. Надо прочесть описание. Так. Это моя первая лошадь данной породы. Надо прочесть. В мире конюшень и племенных книг, где породы должны соответствовать строгим стандартам, придуманными людьми, есть что-то невероятно романтичное в диких лошадях, живущих на воле. И, наверное, нет дикой лошади более любимой людьми, чем пони Чинка Тик с острова Асатик. Известная легенда гласит, что это потомки лошадей, выживших после крушения испанского Галеона у побережья Вирджинии в... Так. 5. 6. 7. 18 веке. Каким бы ни было их происхождение, эти пони живут в дикой природе острова Асатик уже более 200 лет. Ничего себе. Чинка Тик захватили воображение американской публики после выхода классического романа Маргарет Генри «Мисти из Чинка Тик». Из Чинка Тика. Что-то такое. Тяжело читать заложенным носом. На его написание автора вдохновил ежегодный заплыв диких пони, который проводит организацию Saltwater Cowboys на острове Асатик. Часть популяции пони пересекает вплавь канал между островами Асатик и Чинка Тик, затем их продают с аукциона. Это дело для того, чтобы предотвратить перенаселение острова лошадьми и собрать средства на сохранение природы. Хоть Чинка Тика считается пони, некоторые все же полагают, что это лошадь, а ее небольшой размер обусловлен не генетическими причинами, а диетой, состоящей из соленых болотных растений. Из-за высокого содержания соли в рационе пони Чинка Тик пьют воду в два раза больше воды, в два раза больше, чем пьют обычные лошади, из-за чего многие из них выглядят пухлыми. У этих пони короткие сильные ноги, густые гривы и дружелюбный нрав. Пони Чинка Тик бывают разных цветов и мастей, но чаще всего встречаются окрас с отчетливыми пятнами, как и шпека. Сегодня популяция диких Чинка Тик стабильно держится на уровне около 300 особей, живущих в дикой природе на острове Асатик. Тем временем потомки Нисси и ее стадо распространились и за пределы острова, и теперь общением с этой романтичной породой может насладиться весь остальной мир, в том числе и Юрвик. Так, ой, так, прочли уже, вот, 700 из кастают, у меня, как видите, хватает, вот, так что берем. Так, наугад, диско, вьючный, зимний, хранитель, злая, королек, ночь. Так, это должна быть у меня девочка, как я помню. Так, я вот только не... Я хотела бы ее назвать так же, как свою старую лошадь, которая у меня была, но... У меня все-таки остается мысль на то, чтобы я купила потом свою эту... Старую малютку-пони, которую я безжалостно продала, это была большая ошибка. Так, дивная у меня есть. Так, так-так-так-так, загадочная, затерз, думанина, звезды... А, как сложно. Так, карамельный, классный, клубничный, кокосовый... А, так, что-то должно быть... Так, что-то такое милое должно быть, как милое, любимое, любовное, маленькое, маленькое, как тебе назвать, ты такая хорошенькая. Грация, грива у меня уже есть, маленькая девочка. Добрынь есть, дракон, дружок, душенька, мне тоже есть. Давайте пока что девочку поставим. Будем так по очереди выбирать. Медная, мирная, морская, мраморная, музыкальная, мышиная. Нарядная. Надо вниз пролистать, снизу-вверх мне почему-то проще выбирать. Так-так-так-так-так, фурия, утро, ураган, улыбка. Нарядная, удача. Я нажимаю, чтобы просто не забыть, как я их называю. Тайна, счастье, сфинкс, сурк... А-а-а! Стесняшка! Нарядная стесняшка. Нет, ну я не знаю, ну... Слава. Сказка. Может быть, сказкой называть? Нарядная сказка. Я смогу, нет, я не смогу написать своей подруге в чат. Нарядная сказка. Нет, 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 нет. Так, как у тебя? Радость. Вот! Может быть, нарядная радость тебя назвать? Так, а если милая, 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 милая... Мирная радость. Милый. Милая радость. Вот! Её буду назвать Милая Радость. Никогда у меня таких... Таких простых, каких-то ласковых имён ещё не было. Так, всё, покупаем. Ха-ха, я не знаю, что со мной. Твоя новая лошадь, красивая лошадь, перевозится в конюшню. Я не знаю, наверное, и вправду у меня бы очень большая тяга была именно к этой масти. Так, ну, внизу, видишь. Да, сейчас поедем смотреть. Смотреть мою новую коняху. Кстати, я всё-таки очень рада за Елизавету. Видите, она купила себе ганноверов из приложения. В отличие от меня, потому что у меня какая-то проблема с приложением. У меня приложение работает на нескольких устройствах, и... Да. Вылазов. Вот, и я почему-то не могу выращивать жеребят. То есть, на одном устройстве у меня есть приложение, у меня там два выращенных лузитана стоят, я их пока не могу купить, потому что я недавно купила два лузитана, мне их пока хватает. А на других устройствах у меня там тоже были по две лошади выращенных, но я их уже покупила им, я их поэтому удалила. А когда я завела новых жеребят, вот я хотела себе Шайера и хочу себе вот ганновера какого-то у Лизы, они почему-то не вырастают. Мне пишут, то есть я выполняю у них задания, повышая их до третьего уровня одного и другого. И по идее там же пишется, когда пишутся часы, сколько тебе нужно ждать, чтобы следующий карношку, уход сделать. А у меня почему-то он пишет абсолютно на всех устройствах, кроме вот моего телефона, на котором я пока не могу жеребят звать. Он пишет, не подключен к сети. Я не понимаю, почему меня это очень сильно растрагивает, вообще обидно, да, жучу, я не понимаю вообще. Разрабам я пока что не писала в приложении, но видимо придется, потому что жеребят-то выращивать надо. Так, ага, она стоит там, сейчас я просто отсортирую всех моих лошадок. Так, 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 сейчас, так, ганновер мой шикарнейший. Один-единственный, кстати, один-единственный, да, но вероятно, нет, конечно. Надо это исправлять, но зато шикарно. Так, оставлю тебя пока что здесь и пойду смотреть свою обновочку. Кстати, у меня, да, тут саловый швед стоит. Милая радость. Ух, она такая милая. Милая. Господи, боже мой, какая-то маленькая. Какая-то малютка просто. Ну, точнее, я знаю, что юрвинский пони еще меньше, она где-то роста, наверное, с Исландой или с Исландец чуть выше, хотя мне кажется, такой же. Такая нюшечка просто. Ой, она так классно смотрит, когда ее чистишь. Как тебе вообще? Так, ну, это понятно. Разработчики, исправьте, пожалуйста, уже. Мы уже не можем. О, боже, ну это вообще, ну где копыта, где крючок, серьезно. Так, и, ну, я думаю, с кормежкой будет то же самое, что и со всем остальным. Так, я нажму на тебя вот так. И одену на тебя все, что надо. Так, так, так. О, боже, как это она не так мило выглядит все. Она такая маленькая. Но она не пухленькая, кстати. Именно поэтому я ее хотела, что она маленькая, но она не пухленькая. Ой, боже. Такая малюточка просто. Так, поедем посмотрим. Сейчас выйдем. Покажем Лизе нашу новую обновочку. Может быть, она все-таки захочет себе потом купить. Но, в принципе, и так. Я думаю, ты захочешь ее себе купить потом. Но, все-таки, когда видишь у кого-то лошадь, которая тебе нравится, пусть даже у другой масти, ты немольно ее хочешь. Да, просто счастье. Я тоже очень счастлива. Такая прям радость. Милая радость она у меня. Вот такая... Такая прям малюточка-малюточка. Милая радость. Милая радость. Оооо. Ну-ка, рысь. У неё рысь абсолютно, по-моему, такая же, как у Юрвинского пони, но выглядит на ней, в принципе, ничего-то. То есть нет этого большого кругленького пусика, и поэтому она смотрится очень классно. Я бы даже на ней на выездку начала покататься. Что там пишет? Она ничего ещё не пишет. Она хорошо смотрится, это правда сложно писать и никуда-то не врезаться. Так, ну-ка, что касается у нас Манежного. Так, Манежный у неё как у Канемара, что ли. Я просто плохо помню, как у Канемара Манежный выглядит, но, по-моему, как у Канемара. Но очень мне нравится, прям нравится. Так, что у нас дальше? Голоп. У меня слегка подлагивает всё. Ну, мне кажется, голоп... Не, ну, в принципе, может быть, если бы мне не лагало, то тоже нравится. Не-не-не, нравится-нравится-нравится. Только лучше бы они как-то голову сделали, а то она просто такая каменная бежит. Ноги мне как сделаны нравятся, но вот голова, то, что она такая... Просто вот голова, как будто она стоит. Так, что у нас дальше? Карьер. Карьер, как у Юрвинской пони, поняши. Но всё равно очень классно. Ну-ка, если ускорение... Класс. Прям рассекая время и пространство. Пространство, простите. Так. Ну, очень нравится. Я довольна покупкой, ни капельки не жалею, что я её купила. Очень няшные дыбы. Она мне напоминает точно. Она мне по своей анимации напоминает больших пони из игрушки на ранчо. Ласковый пони, что ли. Как-то так называется. Не помню уже. Ну, в общем, напоминает. Ну... Нет, в принципе, кстати, прыжок не чёток. С нормальным приземлением. Что такое лаги? Ты чё лагаешь? Ты чё лагаешь? Ну так, ну как? Анимаций? Анимаций у неё никаких нет. Хотя было бы классно, если бы она какую-нибудь анимацию делала. Ха-ха, я так рада. И потом увидишь. Увидишь. Ну, в общем, очень классная поняша. Я пока недостатков не заметила. Ну, в принципе, да, кстати. Для поняши за 700 эскад недостатков я тоже не заметила. Ну, кто-то скажет, кроме того, что рост маленький. Ну, камон, ребят. Ну, она очень милая, классная лошадка такая вот. Вот, мне кажется, люди слишком жестокие, когда говорят, что они не любят пони. Я вот, кстати, в принципе, тоже маленьких, пузатых пони не люблю. Однако могу подойти в жизнь и почесать их за ушко. И купила даже себе липов. Липов. Липов я купила. Так, ладно. В общем, ребята, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, которое я сняла. Спасибо Лизе за участие, потому что это было спонтанное решение вообще купить эту поняшу. Я просто... Мы приехали посмотреть мастик, кому какая нравится. Я поняла, что я хочу ее купить, и я больше не могу ждать. Так что, с вами была я, Даналия, и моя новая лошадка, милая радость. Не забывайте чистить ваших лошадок, тренировать их и угощать морковкой, потому что как этим мордашек не угощать морковкой? Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok